здравствуйте друзья я продолжаю делать кровать значит в очередной раз все поменялось то есть как бы ну скажу честно я настоял конструкция будет уже другая она уже не то что будет она уже есть другая не будет никаких хитрых шипов никаких дел будет все собрано на болтах и на контакт основная причина то что на всех этих соединениях которые не на клею никак не стянутся какая она мощная не было она будет скрепить значит как я сделал это вот нога которая но она могла быть там я забарковал эту свечок ну как бы она прямо на виду с кусок и куда-нибудь пойдет другого место значит она будет скрепиться она уже так собрана не будет так вот она собрана 4 шканта на 16 и вот такой вот вот такой вот болт значит это так держат они как бы сбоку а потом царь не будут подходить вот сюда и крепится вот такими вот болтами двумя болтами ну из ножья к саргам тут я могу как бы дать гарантию что она будет крепко и она никуда не денется значит но все равно остается вопрос должны же быть шипы да мы мы я я сделал имитацию того что там есть шипы значит болты у меня запотаяны вот таким вот образом то есть за вас садится шайба и прячется полностью головка я бы призывал вот такие вот вот такие вот углубления которые будут имитировать шип а потом сделал специальные заглушки которые имитируют край шипа сейчас я покажу какие они в общем я вырезал вот такие вот торцевые штучки и поставил маленький нагелёк сюда соответственно в этом месте также и когда она когда кровать соберёшься то надо будет просто поставить вот таким образом сюда заглушечку и все и будет полная имитация да вот как будто бы вот так вот оно все на шипахе собрано вот таким вот образом ну понимаете да туда будет дальше уходить сарга я думаю что смотреться будет просто отлично вот мне так кажется пишите что думаете вы значит впоследствии я еще покажу как она будет краситься краситься будет наконец-то уже это как я люблю это будет просто бесцветный масловоз я купил итальянский то есть не буду пользоваться своим тот как бы ну гарантия такое в общем будет итальянский масловоз он такого серого цвета как будто странно но потом надо будет отдельное кино покажу покраску я не смогу показать ее в сборе потому что даже при таких площадях как у меня мне собрать его нету даже вот на стол такой да стандартный лист дсп она не становится а где-то на полу собирать я не хочу не хочу дешевле раз собирать чтобы не забивали те места куда она будет закручиваться ну в общем потом попросил заказчиком пришлет мне фото уже готовы с матрасом и всеми делами и конечно вы ее увидите так вот такое вот решение как по мне очень классно значит как я скажу на нагеля я забиваю гвоздичек маленький сюда 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 отсюда посем 1 на белье 2 потому что по центру забил гвоздик откусил поставил кулаком приступнул у меня получилось две отметинки вот такая тонкая работа нагелечек надо четко сел и желательно поставить на клей чтобы он высох потому что места тут немного насквозь сверлить ну сами понимаете не вариант вот вот так вот будет значит кровать то же самое будет на изголовье вот изголовье стоит вот она огромная практически неподъемная ну все ребята такое небольшое кино очень много дел извиняюсь совсем нет время для ютюба вернемся кровати уже при покраске будут очень долго и нужно чухать но потом покажу как она выглядит покрашена на этом все до новых встреч увидимся